Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16 часов. Сегодня среда, 12 февраля. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Партия «Единая Родина» поддержала кандидатов в президенты Масиса Майляна, замминистра иностранных дел России о Карабахском урегулировании. Азербайджан отказывается выполнять требования Совета Европы. Репортаж с вечера Тарьяновской поэзии. Итак, подробности новостного блока. Политический совет партии «Единая Родина» Арцаха принял решение о поддержке на выборах президента кандидатуры Масиса Майляна. Об этом говорится в заявлении партии. Заявление отмечается. На внеочередном съезде партии «Единая Родина» 9 февраля текущего года учредитель-председатель Самвел Бабаян, говоря о позиции партии, заявил о проведении переговоров с действующими политическими силами, чтобы продвинуться вперед в деле консолидации политических сил в Арцахе. Сегодня, как никогда, нам нужно единство, а не политическое разделение. Учитывая сложившуюся ситуацию, полицовет партии «Единая Родина» принял решение поддержать кандидатуру одного из деятелей, претендующих на пост президента Арцаха Масиса Майляна, который также осознает серьезность и судьбоносность момента и обеспокоен судьбой «Единой Родины», готовится меморандум о политическом сотрудничестве между партией «Единая Родина» и Масисом Майляном. Россия всегда занимала активную посредническую позицию. Содействие сторонам в урегулировании Карабахского конфликта относится к числу наших безусловных внешнеполитических приоритетов, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью Реновости. Карабахская тема остается в центре внимания президента России и министра иностранных дел. Это обстоятельство придает особое значение реализуемой посреднической деятельности, определяет повышенное внимание к ее результатам. Среди документов, подписанных при непосредственном содействии России, соглашение 1994 года о прекращении огня, до сих пор являющаяся основой для перемирия. Важным этапом на пути посреднических усилий нашей страны стало принятие в 2008 году Московской декларации, в которой говорится о политическом урегулировании Карабахского конфликта. Это первый и пока единственный документ, под которым стоят подписи лидеров Азербайджана и Армении. Как вы знаете, Россия сыграла решающую роль в прекращении ширкомасштабных боевых действий в 2016 году, пригласив в Москву начальников генеральных штабов Азербайджана и Армении, сказал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Вчера Степанакирская городская библиотека имени Муратсана организовала вечер, посвященный 135-летию со дня рождения армянского поэта Ваана Терьяна. Директор библиотеки Мария Хачатрян, открывая мероприятие, заметила, что Терьян – из тех писателей, кто наутро просыпается знаменитым. Это случилось после выхода в свет в 1900 году первого Терьяновского сборника. Далее эстафету праздника Терьяновской поэзии подхватили читатели библиотеки, представившиеся собравшим в зале историчной музыкальной школы почитателям таланта поэта, его разнотематические, излучающие любовь, нежность стихи. ПОЛНЫЙ ЗАЛ СЛУШАЛ КТОТО ПРО СЕБЯ кто-то полушепотом читал тарьяновские строчки вместе с чтецами. Парламентские выборы в Азербайджане были омрачены многочисленными процедурными нарушениями, что вызвало серьезные сомнения в том, насколько они были свободными и справедливыми. Об этом заявили международные наблюдатели. Хотя власти заявили международной миссией по наблюдению за выборами, что существует политическая воля к организации выборов, в свободной и справедливой атмосфере, многие наблюдатели выразили серьезную обеспокоенность в отношении соблюдения основных прав и свобод. Отмечаются в заявлении значительные процедурные нарушения во время подсчета и составления таблиц вызвали обеспокоенность относительно того, что результаты были честными. Азербайджан, между тем, отказался выполнять требования Совета Европы. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев агентству Интерфакс Азербайджан. Некоторые международные организации, по его словам, предвзято оценивают ход внеочередных парламентских выборов в Азербайджане. Иногда негативные заключения готовятся еще до проведения голосования. Последним проявлением такого отношения, по словам Алиева, со стороны Совета Европы стала резолюция по делу об информации в связи с политическими заключенными в Азербайджане, сфабрикованная, построенная на лжи. Алиев назвал принятие подобного документа грубейшим вмешательством в выборы. «Мы отвергаем все обвинения, которые выдвинуты против нас, и не будем выполнять так называемые требования, которые поставлены перед нами», – подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев. Тему продолжает материал, подготовленный Карине Мусейлян. 9 февраля в Азербайджане состоялись парламентские выборы, хотя они были намечены на ноябрь месяц, но уже в начале декабря прошлого года по решению президента Алиева они были перенесены на февраль месяц и стали внеочередными. Как и многие наблюдатели, также и научный сотрудник Центра Кавказоведения университета Месропмаштоцховик Аванесов отметил многочисленные недостатки и нарушения в процессе выбора в Азербайджане. И самое интересное, что в списках избирательных участков были внесены территории Республики Арцах. На сайте ЦК Азербайджана был обубликован список избирательных участков, где были указаны также якобы действующие избирательные участки на тех территориях, которые находятся на территории Республики Арцах. В частности, речь идет о Шуше, Степанакерт, Карвачар и Джабрайл. И там были указаны цифры, якобы указывающие столько-то явки, столько-то проголосовавших. Но они эти цифры взяли с сайта ЦК Республики Арцах. Они оттуда взяли некоторые цифры и уже написали то, что им выгодно. В списках, например, из Степанакерта, кто там за них проголосовал? У них есть так называемая организация азербайджанцев в Карамбахе. Вот они вместо проживающих людей проголосовали. Но самое интересное в чем? В качестве представителя их выступал Урал Генжалев. Отметим, что ранее ЦК Азербайджана заявил, что на выборах имеют право участвовать 350 тысяч беженцев, выходцев из городов и сел Армении и Арцаха. Эти цифры также не соответствуют реальности. Мы изучали эти данные, эти цифры, не соответствуют реальности. Потому что ни на территории Армении, ни на территории Арцаха, стольких азербайджанцев не было. Напомним, что согласно переписи 1989 года на территории НКО проживало около 40 тысяч, а в Армении около 80 тысяч азербайджанцев. Даже если считать те территории, которые были под контроль на Азербайджану вне НКО. Примерные цифры составляют от 44 до 50 тысяч. Никак не в 350 тысяч избирателей. Тем более миллион беженцев. Что является очередной фальсификацией и ложью. Число армян, посетивших Турцию в 2019 году, составило 66 882 человека. Об этом сообщило Министерство туризма и культуры Турции. Так, по данным министерства, в 2019 году Турцию посетили на 29% больше армян, чем в 2018. Следует отметить, что в числе армянских туристов значительную часть составляли те, кто посетил Турцию с целью проведения тура по исторической Армении. Наш выпуск завершает информацию о погоде. В четверг, 13 февраля, на территории НКР ожидается облачная погода в отдельных районах снег. Ветер юго-западный 3,8. В некоторых районах возможно усиление до 20 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 3, минус 7, днем 0, плюс 9 градусов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире завтра в это же время. До свидания. Продолжение следует...